Всем привет! Начинаем новый влог из машины. В общем, у нас путешествие. Надеюсь, что все получится. Мы поехали в Россию, в Санкт-Петербург. Ну, отдохнуть, в общем, на неделю. Мама говорит, потом ты скажешь. Я обычно сразу свою вставлять. Я просто не могу громко говорить, у меня тут Мишка спит. Вот, но едем мы в путешествие. Сколько мы едем? Мы едем на 5, на 6 дней в Питер. В общем, у нас сложность дороги заключается в том, что на границах очень большие очереди. На эстонской и на латышской. И мы поедем поэтому через финскую границу, через Финляндию. Сейчас мы едем в Ригу, кушаем там. Нужно поменять денежки, потому что евро нельзя вывозить из Евросоюза. А доллары можно вывозить в Россию, да. В другие страны можно, а в Россию нельзя с евро ехать. И мы поедем, поменяем в Риге. Наши евро на доллары. Потом доллары в России на рубли. В общем, такая-то канитель. И потом мы поедем в Эстонию, на паром. С Эстонии на пароме в Финляндию. И там уже с Финки на границу какую-то там, на дальнюю, на маленькую. Лабиранто, да, по-моему, на Лабиранто. Потому что надеюсь, что там поменьше будут очереди. И там уже в Питер. В общем, такой путь. Будем показывать, рассказывать все. Надеюсь, что все получится у нас. Потому что, не знаю, какие-то странности там происходят на границах. Я буду там красивой аквапарки. Да? Хорошо. Ты довольна, что ешь красиво? Да. Мишка спит у нас. Второй дневной сон у него. Продолжение следует... В общем, мы опоздали на паром. Там нужно было вообще и раньше намного прилежать, на самом деле. Ну, мы первый раз вообще и запутались тут, куда ехать. Непонятно, навигатор нас повел там, где должны люди садиться. Нужно было в другое. Короче, ладно, опоздали. Взяли на другое время. И теперь уже ждем около этого терминала уже, чтобы не потеряться и не... И не, как сказать-то, не потерять и пять билеты. Вот. Мишка тут у меня не спит. Сползает. И поедем мы, получается, в ночь. На пароме нам ехать два часа. Ну, ладно, это потом уже, когда буду на пароме, уже будет светло. Ну, я уже там расскажу уже поподробнее. Он все отрабатывает свои навыки стоять. Да, Мишка? Папа с Евой смотрят хоккей, что-то там смотрите, да? А кино? Типа. А, кино какое-то с Евой там смотрят. Ну, не целое. Кино в телевизоре это. Угу. Мишка на корабле. И тут лошадь. Ее попросила фото с лошадью, да? Ищем что-то покушать. Пошли. Угу. Пошли за папой. Это красиво, смотри. Давай, пошли, давай, пошли. Ряд. Какой у нас ряд? У нас любой ряд. Что? Как я выгляжу? Я первый раз на корабле, я ни разу не была. Ева-то была на корабле? Нет. Никогда. Никогда? Смышно. Ну, один раз мне не было туалет. А ты туалет? Мишка стала. А мы пока будем кушать или нет? Ева такая смешная, что будем в ресторане? Тут все закрыто, потому что мы едем ночью, Ева. Понимаешь? А это тоже работает? А, тут можно купить кофе. Поэтому. Такую водичку. Что-то из этого можно купить. Да? Ну что, нравится тебе? Да. Да? Такая смешная. Не могу. У меня голоса нет вообще под вечером. Ой, тут сейчас Мишка задохнется. Дютифери. Ева. Пошли. Прикольный кот тут. Ой, корова, пошли давай. В магазине. Шанель. Чем он? Еще в магазине дороже? Ну, вы сказали, да. Не можете шлить. В общем, тут целый магазин. Целое, этот... Все, что вы хотите. И еще и вон внизу. Алкоголь. В общем, у меня такой голос, конечно. Ну, ладно. Я просто посмотрю. Нет, ничего. Просто смотреть нельзя. Ты можешь потеряться с мамой за ручку. Мы же договаривались. Правила. В общем, можно что-то прикупить себе. Нам ничего не надо. Сморфики там. Я такая, как бомж. Там сморфики, видишь? Причем домашние. У нас была спонтанная поездка. Мы должны были выдвигаться завтра. Но выдвинулись сегодня. И немножечко нам не фартануло. Ну, цены, конечно, здесь такие, да? Кусачи. Ну, что делать? Вот. Печеньки 4,20. А, тут это такая обычная 99,2. Это 2,20. Но чего-то покрызть надо. Мы не успели ничего купить. Садов-дорогу. Поэтому придется взять что-то здесь поесть. Ну, суть, в принципе, недорого, да? Может, косу возьмем, подвезти? Поплепся. Ой, какие Мишки полицейские. А Мишке надо? Нет, не надо. Мишку положи. Он еще не понимает. Мишка тут поет песни. Почему тут сейчас это, полмагазина скупим? Пока доедем до России, все деньги потратим. Да, пап? Ой. А что там положили? Ничего. А, ничего. Да. Просто не видел, когда я шла. В общем, у нас тут трапеза мы набрали на 35 евро. У меня еще салат, но я его потом буду есть в машине. А сейчас так просто все. Кислики, печенье, йогурты, кофеек я буду пить. И Мишку укатывать. Сходила тут с ним, но он что-то не спит. Проснулся. Смотрит по сторонам, все интересно. Сна уснет, не уснет. Ну, как бы здесь нужно потихонечку, поспокойнее. Поэтому я тут не собираюсь особо-таки снимать людей. Болтать тоже. Это не очень красиво будет. Блин, я вся эта о растрепанных чувствах. Ну, синить. Меня Миша тут раздевает. Нам ехать на пароме 2 часа до Хельсинки. И потом мы подумаем, на какую границу потом поедем. Посмотрим, на Близнюю или на Дальнюю. Потому что мы смотрим машин. Очень много с Питера машин, с Москвы. И, наверное, они будут на ближайшей границе. Может, меньше пошли. Вот есть брукер. Не знаю, что это возьмем. Мы сейчас объедимся. Эта Латвия вроде похудела. Ну, пока больно. Ничего, кушать не хотела. Вот так кушала. Правильно кушала. Поскольку посоль там. Сейчас на корабле найдемся всяких. Гадостей. Моя старушка нравится вообще. Он любил намного мало. Да? Вот, проснулся, не спит. Время сколько? 12 часов, наверное. Что? 20 минут. Но он не спит. Я еду первый раз на корабле. И, как бы, иногда чувствуются волны. Так вот прям. Пошатывают. Вообще. Ну, как бы так. Попаиваюсь их. Но я его особо не увидела. Потому что темно. У меня как немножечко кружится, когда рядом со мной огромный корабль. Там нехорошо становится. Туральше так было. Сейчас, не знаю, может, все изменилось. Кто ты там говоришь? Мамамамамамамамам. Кажи, мама. 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 Говорит иногда мама. Скажи мама. Мама. Скажи мама. Нет. Мама. 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 Мишка говорит ням-ням. Сливы наггетсы, да? А мне там какой-то там с рыбой. Фиш, в общем-то. Мама. 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 Пока в памяти свяжу, расскажу. В общем, на пароме мы ехали 2 часа, с 11 до часу приехали в час ночи и с часу до 3, то есть 2 часа мы ехали до границы, называется она Торфянка. Как по финской, я не знаю, а по российской Торфянка 2 часа мы ехали, приехали в 3 часа туда, на финскую границу, 10 минут мы проходили границу, вот прям вообще вот 10 минут мы зашли, просто нас посмотрели, машину не проверяли и все, до свидания, что везем вообще, им пофиг было финнам, просто они нам штампы там поставили паспорта, проверили и все, идите, они даже не выходили на улицу, просто вот зашли внутрь, все показались и все, и ушли, они говорят, езжайте. Потом приехали на российскую границу в 3 часа 10 минут, и сейчас у нас 6 часов 10, 6 часов 13 минут нас выпустили, в общем, ровно 3 часа мы были на российской границе, и не из-за того, что было много машин, не было много машин, просто они там работали и еле-еле душа в теле, знаете, они создавали специальные эти очереди, вот реально, каждого человека там тянули, что-то там ходили, я не знаю, что, это просто ужас какой-то, ровно 3 часа мы были там, и все такие, знаете, улыбались нам доброго, по-русски даже сказали, счастливого пути, а эти сначала там, которые на паспортном контроле, мы с ней там, спасибо, пожалуйста, но ты, она, я ей уже в конце заседания, она мне, до свидания, с таким, знаете, типа, а не пошла в эту 3 веселую руку, знаете, даже матом хочется сказать, и потом тоже, когда машину проверяли там все, да, типа, запомнили декларацию, запомнили, вот, пожалуйста, опустите стекла, откройте чемоданы, куда ездить, на сколько, я хочу сказать, тебе, тебе какая разница, куда мы едем, и что мы уже всем сказали, что мы едем путешествовать, и, знаете, с таким отношением, это вот наши русские, да, причем я с русским паспортом, мы все русскоговорящие, не финны, не иностранцы даже, да, и они вот с таким вот отношением, типа, на этот, знаете, вот, у меня вот только одни эти матерные слова в голове, больше никаких слов нет, и вот такого чисто из-за этого не хочется ехать в России, потому что вот так против, вот этот менталитет такого, знаете, вот неприятно, прямо до глубины души неприятно. Недавно даже с другом с вами обсуждала этот вопрос, вот, что вот, ну вот менталитет вот этот вот, я не скажу за всех людей, да, но вот большая часть вот так, да, относится к людям, я не знаю почему, что это, зависть или что, знаете, вот будьте добрее люди, относитесь к людям с отношением, это вам обратно обернется вот это, знаете, жизнь бумеранг, сделали плохой человеку, и он, и вам вернется обратно, плохо к человеку отнеслись, и вам точно так же будут относиться. И мы там, типа, до свидания, они там, до свидания, господи, да, спасибо, что на хэ не послали, да, просто трындец какой-то. Ну, слава богу, мы в России, ура, мы едем в Санкт-Петербург, мы будем там целую, ну не целую неделю, но почти неделю будем отдыхать, наслаждаться, приедет моя мама. Я специально не говорила ничего, потому что боялась, не знала, как там будет на границе, да, что там будет на границе, вдруг там нас не пропустят, а я там уже расскажу всем, такая вся довольная и счастливая. А теперь я уже могу спокойно сказать, мы в России, мы эту поездку планировали уже целый год, но я никому ничего не говорила, потому что боюсь, что не спутите, зачем, вот когда вот уже произошло, тогда я уже об этом говорю. кстати, нас на границе не спрашивают, сколько денег мы везем, какие купюры, тра-та-та, три рубля вообще, ну на финской, вообще пофиг. А вот на эстонской, я знаю, что там вот спрашивают насчет денег, там как бы построже, поэтому поехали через Финскую. Мы думали, что как бы здесь финны будут, да, выпендриваться, а тут россияне наши, да, наши россияне, они тут чего вызворяют, блин, да. Ребята, давайте жить дружно, ну что вы все, я не знаю, блин, что вы думаете, мир сошел с ума, вот реально. Раньше мы ездили через границу, через эстонскую, да, Миша, как она там называется там, через Шумилкино, блин, там такие классные были таможенники, не эти, не эстонцы, а вот наши русские, с ними все время хи-хи-ха-ха, они быстро все тык-тык-тык там, а только эстонцы все время там, ну как залупались, вот так скажу. А сейчас вот не знаю, но обратно хотим через Шумилкино, да, посмотрим вообще как там, ну, нам поедем так, потому что через паром это все-таки тяжеловато нам так, а сейчас мы поехали, обратно уже так. В общем, ладно, поехали мы в Санкт-Петербург, я не знаю, буду я продолжать это видео или это будет просто видео как мы проехали, скорее всего это будет просто видео о том, как мы доехали до Питера, а там я уже буду снимать влоги про где мы будем ходить, гулять, что делать, но, наверное, я еще потом сниму окончание, как мы приехали, останавливаться мы будем, кстати, у моего друга, но это я потом расскажу, ладно, то все шумно, все детки у меня спят, конечно, ладно, мы в России, ура! А Мишка даже не знает, что он в России, да? Евочка спит там, а не спит еще, не хочет спать, устала, очень бедная, но очень хочет в России, да, Ева? В общем, мы на месте, мы в Санкт-Петербурге, но не в самом Питере, а в Шушарах, почему в Шушарах? Потому что мы здесь будем жить, мы не будем снимать квартиру, вернее, мы искали квартиру, и мой знакомый предложил пожить, вернее, его тетя предложила пожить у нее, спасибо ей огромное, вот, и, в общем, у нас нету ни связи, мы должны были приехать ночью, мы опоздали, в итоге Игорь, видно, работает, у кого мы должны взять ключи, куда он должен нас заселить, и у нас нет ни связи, ни денег, в общем, ничего, я там попросила, ну, я пришла, и дома нет Игоря, попросила там позвонить у одной девушки, она такая, нет, в общем, вот так вот, люди такие, неотзывчивые, я бы дала, например, ну, ладно, у каждого своя, да, вдруг я возьму телефон и убегу, или мошенница какая-нибудь, да, сейчас же много всего, и, в общем, банк искали, нашли, ну, спросили, пришли, банк, а банк закрыт, через 25 минут откроется, чтобы деньги поменять, и там через дорогу уже нашли, где сим-карты купить, в общем, вот так вот, сейчас деньги поменяем, сим-карты купим, позвоним Игорю, у меня батарейка на телефоне садится, а номера телефонов в телефоне, так что все, больше пока ничего записывать не буду, потом расскажу, как что прошло, вот это на детской площадке по дворе, смотрите, какая классная, какая яркая, да, Мишка ее выкачает, Мишка, он такой первый раз катается, да, Мишка? А, да, Мишка, ты уже привык? Там такая хорошая площадочка, тут вообще мы плохо проходили, столько площадок, каждое в дворе, еще есть такие огромные-огромные, такие хорошие, с покрытием, мне нравится вот это покрытие очень, сказал, снимать не буду и снимаю. мы уже дома но уже давно дома мы уже поспали три часа примерно наверно поспали муж 4 а я 3 потому что я но я тут с детьми и что деньги мы поменяли карточки купили так что все хорошо отнеселились в квартиру нам платить за не надо мы все равно там денежку кутать чисто символическую заплате ну и там кое-что вот и сейчас уже даже с первую доставку еды сделали он так как у нас нет сбербанк ну как карточки нет никакой да то он нам уже только выбирать доставку которую платить эти паналиком вообще мало очень такого я не знаю только типа карточка к разберу банками тебе предлагали карту типа не там старый свои закончились я не карточку предлагали а ладно потом типа приду надо было брать и уже доставку делали нормальные продукты бы заказали все тоже состояние общение стояние мы не спали мы сколько я спать не спала сутки до получается ты сутки не спала я с 7 утра да даже больше суток до часов 30 не спали каждый вот и сил нет сейчас покажу что мы заказали пакетик фа в общем что нашли то заказали это я хотела другое вообще но не было ничего это какой-то гирос стоило полторы тысячи ваша доставка вот это походу моя это куриное филе они отнимают а это хлеб и курица а это ели на куриный шашлычок на ира курица картошка а это хлебушек поджарен а тут везде хлеб нера мужа ой а это мне это мне в общем тут не знаю что овощи и что-то там а это соус это курица по моему а это мужа тут наверно говядина картошка в общем такой конечно картошку не очень хотела хотела гречки но хоть так пойти мы дальше уже будем разбираться акклиматизируемся да я вузечка а то устала а я бы не спала у нас я сидела смотрела мультипедать да садись мишка то у меня спит он спал со мной кстати три часа сколько я спала три часа он со мной спал три часа и сейчас он опять спать захотел походил погулял поголожопил хорошо что здесь нет никаких ковров просто классно коп у нас тут есть но он злой шипит старый говорят так мы сейчас были в ленте такая маленькая лента тут во дворе есть и покажу обзор что мы купили ленте на 4000 рублей сколько в это по евро 40 на 40 евро это получается примерно верно так подгузники купили подгузники стоили полторы тысячи хакис для мальчиков я взяла пятерку потому что ну поджимая четверочка все-таки вообще на один раз в общем на один подпис и жмёт она ему так что еще взяли схеме схеме делая полотенца мишки на подписываете рать и туалетную бумагу и этот пенка шампунь это ну детям в общем мыться дальше муж набрал мужчина любитель лимонадиков в общем взял такой добрый но это эти аналоги так понимаю да всякие фантовский адреналя раш но это он любит кола черноголовка кола я помочь чуть-чуть взяла маску себе стоил 49 рублей но она по карточке лента 49 так она стоит дороже не вас из лабарни там уж часть себе такой взял потом к чаю взяли это пирожное картошка и это наши любимые это муравейник вкусненький очень диапазон сразу так это играете там с фруктами не очень то что вечер был наверно же все разобрали персики полный нектарина не помню не знаю не написано что-то не вижу для прикоса нет это не старин и маленький маленький не старин так мишки взяла бабушкин сады придоне яблоко груша слива огушу цыпленок и еще фрутоняне ну его может быть поезд уже это яблоко банан груша с печеньем и банан с печеньем йогуртом я думаю ему очень понравится о том что набрали это я взяла себе в чаю на завтрак ели потому что такие любят не такие тоже люблю я увидела я думаю кошку муж любит я взяла вот таких творог такой творог с черникой и с клубникой что ли нет не могу читать до стыдника через камеру не могу читать ромашковый чай себе кашку нам на завтрак и молоко собственно все да ну как бы так вроде нормально а еще воду взяли вот еще водичку взяли ай сахарный песок что-то кормить че забыла яйца печенье а кофе я заходила там во дворе в общем кофешоп 300 рублей за ска 300 евро 300 рублей кофе на миндальном молоке вот так вот такие цены надеюсь вкусные на этом я буду заканчивать это видео это видео было наверное коротеньким не знаю сколько получится только получится это было просто видео как мы добрались из можно сказать германии до из германии в россию через латвию до эстонию финляндию еще вот так если будут кого-то вопросы то задавайте спрашивать я вам отвечу ну и все на этом спасибо что посмотрели это видео до конца как обычно ставьте лайки пишите комментарии но мы увидимся уже в новых блогах завтра я буду снимать новый блог завтрак моя мама в общем все пока пока чо